доброе утро всем то есть у меня утро вчера посыпал удобрение по полю но вечером уже не поехал культивировать сегодня надо запрет джоник вот этот агрегат культиватор и ехать на поле что-то поработать пару часов потому что воскресенье до обеда не желать то есть с утра немножко поработаю вот сейчас надо с этого культиватора выбрать вот вот поперечину поставить сюда на трактор и подъезжать подцепляться а потом на поле ну вот я уже и на поле отрегулировал культиватор немножко проехал ну как бы ничего идет так сейчас я собьюсь с бороздой ну ладно это потом поправим вот примерно за день уже пошло 5 5 стоек да вот уже вернусь и полосу проеду 5 стоек 5 5 5 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 11 12 11 12 12 14 14 Слышно всего против солнца, пару кадров, немножко живот получился, но ничего, это не клуб. Скорость движения примерно 10 км в час, да, стерня остается наверху, но про это другой разговор, почему я так делаю и зачем мне такую технологию. Вот по второму разу вообще вылетает земля, но это уже лишнее. Два часа поработал, поле 4 гектара, еще не закончил, остался вон там треугольничек небольшой и по периметру четыре круга почетных сделать, там где разворачивался заделать. Здесь как земля, земля влажная, хорошая, а вот тут голимая глина и это поле, где дом стоял. Ну, дикая глина. Плюс тут я снимал уже как и дискую редьку мастичную. Ну, особенно там вот в низине будут проблемы, много отходов. Тут-то ничего, и самое интересное, вот видите, то, что я заисковал, она вся взошла. Вот такая вот интересная. Даже жалко было ее перемолачивать, но что поделаешь, это поле запланировано пшеницей засеять. Ну и пару слов об агрегате. Здесь культиватор, ну, глубокорехлитель, у нас же трава еще висит. Коз, производство польский, ширина захвата 2,20. Покупался он, сосед его покупал для МТЗ 952 трактора белоруса, он тянул его. Ну, сейчас он бросил заниматься сельским хозяйством, и я его беру в аренду. Ну, то есть буду постепенно выкупать. Ну, как вы видите, 5 стоек защиты, ну, мощные пружины. Вот сегодня один раз схватил какой-то камень, был такой удар, что уж подпрыгнул в кабине. Диски, ну, их функция просто немножко ровняет. Ничего они больше не делают. Каток опорный и тоже немножко разбивает все это дело. Вот такой вот нехитрый агрегат. И я работаю им по стерне, без пахоты, не пашу. Потому что, ну, уже четвертый год буду сеять озимую пшеницу вот по такому полю. Почему не пашу? Ну, наслушался всяких умных людей. Посмотрелся в Ютубе. Украина, Россия, как они работают без пахоты. Ну и решил попробовать. Ну что ж, пока получается. Я не говорю, что полностью от пахоты отказаться надо будет. Но пробовать. Потому что экономия времени, экономия топлива, это одно. Другое, ну, там длинный разговор про всякие процессы, которые в почве происходят. Вот там за моим полем дальше я снимал эту стерню высокую, где помолотили очесывающие жадкой. Так это поле плуг не видела уже, наверное, лет восемнадцать. То есть приезжает только сиэлка, потом опрыскиватель на нем работает и комбайн, и все. И урожай был один год, сто десять центнеров за гектар. Это, вы представляете, без пахоты. Вот там уже всякие дрозды, вороны что-то собирают по полю. Ну что ж. Все, спасибо за просмотр. До свидания.